Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Роберт Гибб, британский шотландский художник, который был действительным членом Королевской Шотландской Академии с 1881 года, главным хранителем Национальной галереи Шотландии с 1895 по 1907 год и носил почетный титул придворного художника-короля с 1908 года до своей смерти. Гибб был известен своими историческими и особенно батальными болотнами, также он много работал как портретист. Родился в Эдинбурге 28 октября 1845 года. Изучал искусство на вечерних занятиях в Эдинбурге, а затем в школе Прикоролевской Шотландской Академии. Впервые выставил свою картину в 1867 году, в дальнейшем он выставил там не менее 140 картин. К концу следующего десятилетия Гибб уже был довольно известным художником, баталистом, но по-настоящему шумный успех пришел к нему в 1881 году, после создания картины «Тонкая красная линия», посвященной эпизоду Балакладского сражения во время Крымской войны. Именно после этого Роберт Гибб был избран полноправным членом Шотландской Академии. Продолжал заниматься батальной живописью во время Первой мировой войны и позже, вплоть до конца 1920-х годов. Поскольку Гибб был весьма известным портретистом, ему охотно позировали представители аристократии и знаменитости, в частности исследователи Африки Генри Мортон Стэнли. Когда в 1932 году художник скончался в родном Эдинбурге, то его хоронили на кладбище Орил Стоун по регламенту для военачальников с участием почетного караула. Так Великобритания проводила в последний путь одного из самых известных своих баталистов. После смерти Роберт Гибб был практически забыт. Художник был женат на Маргарет Шеннон, которую пережил. На момент смерти не имел семьи. Как я уже говорил, умер он 11 февраля 1932 года в возрасте 86 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о британском шотландском художнике Роберт Гибб. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.